приветствую вас народ в этом видео нелегкая тема давние споры давние сражения коричневых с не коричневыми в патче 120 оглушение всех достало было очевидно что у некоторых коричневых квадратных воинов оглушение не намного меньше чем перезарядка адекватность этого равна нулю это было понятно еще до того как вышел патч это было понятно еще до того как начался тест и на самом тесте патч 120 было очевидно что это полная ерунда но вот прошел тест как обычно там месяц тестировали не пойми что тестировали вдоль и поперек все игроки понимали что это лушение в патче 120 она полностью бредовая почему это вообще вышло в патч 120 непонятно как она вообще до него добралось чем там месяц занимались разработчики куда смотрели тоже непонятно и вот спустя кучу времени хорошо что не через 10 лет не через пять и не через 50 вышла новостью арту апнуть нельзя понерфить я бы название поменял на оглушение убрать и арту удалить вот это было бы нормальное название в двух словах с выходом обновления 120.1 будет уменьшено время оглушения актуальное название в игре дезориентация а также доработан противосколочный подбой все это повысит комфорт игры в бою с артиллерией очередной раз поднимание этой темы мусолить будем опять снова арту снова это оглушение к этому привело то что кто-то не видит очевидных вещей что такое оглушение понятное дело никому не понравится никто не захочет это терпеть разработчики нам рассказывают что они там собрали большой объем статистики наших отзывов и так далее связи с чем вот в патче 1.21 это почти не 1.21 1.20.1 это очень важно потому что если бы это был патч 1.21 это был бы большой полноценный контентный там содержательные емкий патч если циферка патча 1.20.1 то это знаешь это проходной полупустой патч поэтому сильно много ждать от патча помимо вот этого вот изменения оглушения не стоит дай бог если там будет новая ветка японских пт и возможно наверное и все дай бог если там еще будет какая-нибудь мелкая механика которая добавит какого-нибудь комфорта или какой-нибудь микромод из модов там добавят и это максимум наверно чего стоит ждать от патча 1.20.1 но уже очевидно что там будут уменьшение времени дезориентации для некоторых снарядов у арты и доработка оборудования противосколочный подбой вы вообще видели хоть одного стримера который ставит противосколочный подбой мне кажется у меня на складе противосколочных подбоев 0 я ни разу вообще его не ставил ни на один танк интересно у разработчиков там вообще есть статистика ну наверное же есть сколько вообще в игре существует этих противосколочных подбою и как часто его ставят понятное дело что когда в бою куча арты перед боем можно выбрать набор оборудования где есть этот осколочный подбой его вообще не хочется ставить поскольку он дает полную ерундистику уменьшение урона от фугасов защита экипажа от ранений уменьшение времени дезориентации и уменьшение силы дезориентации по сути именно для боя здесь вообще ничего нет это все для получения пиздюлей что нам в бою может и не пригодится вообще даже если в нем куча арты поскольку ты вообще не без понятия кого именно арта будет фокусить понятно что если ты на толстом жирном тяжа игра что вероятно что арта будет стоять в тебя большая особенно если ты поедешь активно играть так вот в патче 120 еще разработчики нам говорят что был ряд правок этого оглушения и сила воздействия дезориентации на экипаж была снижена в среднем на 20 процентов я честно говоря вообще не заметил только сейчас я это понял и только потому что тут так написано оказывается оглушение делает экипаж не полными инвалидами а частичными видимо то есть я расшифровал что написано я честно скажу я даже и не знал что так произошло я думал она как бахала так и бахает было бы круто знаете что чтобы оглушение не было вообще тогда точно недовольных не будет вообще и просто их не будет плюс еще убрать перезарядку ремка аптечек чтобы они были просто одна на один бой и все и чтобы в полевой модернизации был смысл ты качаешь в полевой модернизации уменьшение эффекта поломанного двигателя там сломанного орудия и так далее чтобы она хоть когда-то работала вот не на танке двигатель сломали я ремку нажал поехал дальше ремка перезарядилась мне опять его сломали я опять нажал опять поехал я полевую модернизацию качаю она почти никогда не работает времени в бою где бы она работала его нет бои очень быстрые ремка аптечки перезаряжаются и легче просто их нажимать когда что-то сломалась ехать дальше потому что ты не успеваешь это и ускоряет бой а теперь представьте если бы не было оглушение ремка аптечек и так далее никто бы никуда не спешил если что-то там где-то сломалась ты бы думал нужно тратить ремку аптечку или нет или может быть пока можно доиграть на тех уменьшенных бонусах которые там фиксит полевая модернизация если кто-то там сломался или сдох а так получается и бои быстрые и оглушение бесит и полевая модернизация наполовину она никогда не работает половина из тех примочек которые есть полевой модернизации они чаще всего даже танку не нужны сидишь думаешь вот у меня пушка и точное и сведение быстро зачем мне там что-то выбирать ты не можешь взять и один или два параметра на выбор из всей полевой модернизации выбрать что-то свое что тебе именно надо ведь нам рассказывали что полевая модернизация это именно такая штука которая позволит там прокачать танк как именно мы хотим а в итоге там в парной модернизации выбор из двух иногда эти два выбора оба нам нафиг не надо можно было бы выбрать что-то свое какой-то свой параметр именно вообще вот просто из всех параметров танка что-то свое выбрал пускай он даже будет не так сильно давать как те которые нам изначально даются но хотя бы мы выберем то что нам надо они какую-то чепуху который вообще в нашем танке ни в чем не участвует абсолютно ничего не дает и то же самое вот это вот уменьшение крита двигателя там бы укладки пушки еще какой-то фигни да но никогда не работает мы ремку нажали и поехали такие простые изменения столько бы пофиксила проблем и принесло бы адекватности но никто же не будет этим заниматься и никто же это не увидит не поймет если там просто это глупое оглушение даже в нем разобраться сложно что оглушение практически с такой же продолжительностью как перезарядка это полный бред чтобы это понять таким количеством людей нужно чтобы пособирать статистику то чуть ли не полгода это слава богу что полгода не собирали очень много всяких вещей в игре которые вообще ну они не реализованы до конца не просто есть чтобы быть это хорошо что оглушение уменьшат у объекта 261 с 20 целых 3 десятых до 17 секунд это вообще класс только почему у семерки восьмерки и у девятки оглушение будет 17 6 на 6 десятых больше чем у десятки просто потому что у десятки кд быстрее или вот у британской арты там перезарядка и оглушение почти равнялась одной и той же цифре здесь порезали оглушение буквально там на секундочку каждой арте кроме десятки десятки отрезали чуть ли не 4 секунды хотя у десятой арты британской такая перезарядка долгое что с таким маленьким оглушением она там будет оглушать раз в год ну да в принципе мне все равно пусть как можно меньше оглушает я бы вообще оглушение убрал перезарядки ремка аптечек убрал полевую модернизацию я бы в нее больше добавил бы уменьшение эффекта критов чтобы смысл от полевой модернизации был больше и добавил бы один или две возможности в полевой модернизации выбрать тот параметр который мне надо они какая-то чепуха который мне в танке вообще не нужно в этом хотя бы был бы смысл и адекватности было бы гораздо больше а так это просто напичкано куча в и все противоскочный подбой напишите в комментариях есть противоскочный подбой хотя бы у одного человека хотя бы на складе там в игре хотя наверно половина даже не играет же в это кто вообще на танк противоскочный подбой ставил хоть раз в этом году у меня вот белое оборудование они были я все продал потому что я ими не пользуюсь у меня куча розового фиолетового и там противоскочного подбоя точно нет я ими не пользуюсь зачем они улучшили противоскочный подбой которым я считаю что никто не пользуется это улучшение трупа так он и так дохлый чё с ним не делаем все равно сдох такое ощущение что просто мумии на лоб подорожник прилепили это теперь прокачанная мумия такая противоскочный подбой пока это оглушение есть она всегда будет бесить хоть бы как-то моего не крутили потому что это просто ересь которая не нужна нету в игре никакой командности в рандоме есть большое количество людей которые пытаются что-то там играть не понимая вообще ничего в игре и пока они там что-то там между собой елозятся тебе нужно показать максимум и сделать все что возможно все какого-то командного взаимодействия с какими-то там командными ролями поддержки не поддержки этого ничего не дворе вообще может быть там зародыши разного геймплея есть каждый танк по-своему пытается участвовать в игре но суть одна и та же размен хп нанести урон прикрыть или впереди быть и все прям такой командности прям великое такое слово она и близко даже ну и на капельку даже не отображает сути того что происходит в режиме рандом да и по поводу оглушения что она сдерживает турбобои это полная ересь даже чаще она мешает дотащить бой когда твоя команда и так проигрывает вас меньше вас легче фокусить когда в бою есть арта и танков в одной команде становится меньше только в них и стреляет арта из-за чего не дает им вообще даже продохнуть из-за чего команда где больше танков еще сильнее напирает на врагов и быстрее их давит кучей поэтому арта со своим оглушением вообще здесь никак не помогает а чаще всего только мешает доиграть бой поскольку она не дает даже вдохнуть воздуха нормально к это у тебя в команде мало танков осталось они все все время в этом коричневом оглушение и все а когда танков много арте надо иногда пересводиться стрелять туда-сюда и так или иначе большая часть танков не оглушена а меньшинство она всегда страдает поэтому когда идет речь о том что арта что-то там сдерживает арта же не в одной команде только находится там где проигрывают она же в две стороны стреляет пишите свое мнение в комментариях с вами был арт чекарать красиво всем удачи и пока